Что делать тем, кто хочет управлять самолётом, но страшно боится высоты? Ответ только один. Идти нужно в диспетчеры. Потому как работа та ещё. Ты, можно сказать, тоже управляешь самолётом, да, и в другие страны только не летаешь, но зато никаких перегрузок. Или всё-таки хватает перегрузок, а? Там же всякие эти супер навороченные пульты. А и действительно. Получается, что самый главный человек – это не командир, который находится в самолёте, а это человек, который им командует. То есть человек, который командует командиром в самолёте – это и есть самый главный человек, и он же называется диспетчер. Пятый, пойдём на посадку давай. Международный аэропорт Шереметьево. Стоянка номер 13. Сейчас здесь полным ходом идёт подготовка к вылету рейса номер 315 Москва-Нью-Йорк. Бортом занимаются десятки людей из сервисной службы. Заправщики, уборщики, мойщики и так далее. Пока самолёт стоит, работой всех этих людей управляет диспетчер, который находится в башне контроля нового терминала. Ну что, лайнер готов. Передаём его полётному диспетчеру. Думаете, это будет один специалист? Вы удивитесь, движением самолёта будет управлять не один, не два, а целых 20 диспетчеров. Не верите? Считайте вместе с нами. Чтобы самолёт смог отъехать от терминала, необходимо получить разрешение от диспетчера руления. Он находится на вышке контрольно-диспетчерского пункта КДП, откуда хорошо виден весь аэродром. Одновременно по лётному полю могут двигаться десятки самолётов. Диспетчер руления следит за тем, чтобы они не мешали друг другу. Он знает, где в данную секунду находится каждый лайнер и со всеми поддерживает радиосвязь. Для этого у диспетчера руления своя радиочастота, на которую настроены рации всех самолётов, расположенных на территории аэропорта. Шири метеоруления, аэроплот 315, стоянка 13. На Нью-Йорке разрешите консировку, запуск двигателя. Аэроплот 315, запуск разрешаем. Аэроплот 315. Это и есть позывной нашего самолёта от взлёта до посадки. Чтобы пилоты понимали, что обращаются именно к ним, диспетчера сначала называет авиакомпанию, а затем номер рейса. Шири метеоруление, аэроплот 315, разрешите предварительно. Аэроплот 315, предварительные 25 право, разрешаю. Аэроплот 2-8, магистральные 26. Аэроплот 315, понял. Слётный курс 25 право. Наш самолёт получил разрешение на предварительный старт. Это значит, что он может подъехать к взлётной полосе. На этом ответственность диспетчера руления заканчивается. Самолётам всегда проще взлетать против ветра. Встречный воздух увеличивает подъёмную силу. Поэтому с одной полосы можно взлетать в двух направлениях. В Шереметьево это на запад или на восток. Курс 250, полоса 25, на запад. Курс 70, полоса 7, на восток. Наш борт получил команду двигаться к полосе 25 правая. Значит, он будет взлетать курсом на запад. Однако прежде чем взлетать, нужно дать приземлиться садящемуся самолёту. За приземление отвечают диспетчеры посадки. Каждый пассажирский самолёт заходит на посадку по прямой плавной траектории, которая называется глиссада. Она начинается за 10-15 километров до взлётно-посадочной полосы. На лётном поле установлены посадочные локаторы. Информация с них поступает на экран диспетчера. Движущаяся точка – это самолёт. Линии сверху и снизу – границы безопасного коридора, по которому должен снижаться лайнер. Митю посадка, дни добрый. Белая, 19-86, напрямую, 07, право. Белая, 19-86, Шереметьево, посадка, добрый день. В отдалении 14 километров, левее курса – 300 метров. Продолжайте заходу, 07, правая. Продолжаем заходу, 07, правая, 20-86. Тем временем наш самолёт подъехал к краю взлётно-посадочной полосы. Но чтобы выехать на неё, нужно получить разрешение у диспетчера старта. Именно он открывает полосу для взлётов и посадок, очистив её перед этим от спецтехники. В зависимости от направления ветра диспетчер старта может занимать рабочее место в двух противоположных командных пунктах. Аэрофлот 315, разрешение стоит. Чтобы выехать на стартовую позицию, командир запрашивает разрешение на исполнительный старт. Аэрофлот 315, взлёт, да. Перед тем, как разрешить взлёт, диспетчер обязательно должен уточнить для экипажа погодные условия. Аэрофлот 315, ветер, 150 градусов, 4 метра, взлёт, 25 левая, разрешаю после взлёта кроу, 118-1. Диспетчер старта разрешил взлёт. Теперь рацию нужно перенастроить на частоту следующего диспетчера. Взлёт – самый ответственный этап, поэтому пока самолёт не наберёт минимально безопасную высоту в 200 метров, никто не должен отвлекать лётчиков. В это время все радиопереговоры запрещены. Как только самолёт покидает Шереметьево и набирает высоту в 200 метров, аэродромные диспетчеры передают контроль над ним в единый московский центр автоматизированного управления воздушным движением. Отсюда управляют практически всеми самолётами над центральным регионом России. А вот как выглядит схема воздушного движения рядом с Москвой. Над городом полёты запрещены. Четыре основных аэропорта – Быково, Домодедово, Внуково и Шереметьево. Зона для облёта вокруг Москвы и трассы подхода и выхода к аэродромам. Чтобы диспетчеры в Москве знали, что происходит в небе над всей центральной Россией, на территории зоны есть десять радиолокационных станций. На каждой по два локатора. Один определяет положение самолётов в пространстве, а второй фиксирует их полётные данные. В результате на мониторе хорошо видно, где находятся какие самолёты. Данные со всех локационных пунктов стекаются и обрабатываются в московском центре. Здесь авиадиспетчеры видят не просто самолёт на экране, но знают номер его рейса, пункт назначения и все полётные данные. Эстафету принимает диспетчер «Круга». Аэрофлот 315, взлёт по излёму. Аэрофлот 315, всё медиокруг. Доброе утро, набирайте 1500 по схеме на беллак. Аэрофлот 315, взваливай 1500. Диспетчер «Круга» управляет самолётами в зоне взлёта и посадки аэродрома Шереметьево. Это одна из самых загруженных зон. Диспетчер должен максимально быстро вывести из неё самолёт и передать диспетчеру подхода. Работает 15500. 15500, понял. Подходите 1500, набирайте 1800. Работайте с московой подход 1227. Частота 1227, работа 1527. Всё хорошо. На частоте 122,7 работает диспетчер подхода. Он отвечает за самолёты, которые движутся в московской воздушной зоне по коридорам, подлетают или покидают Москву. Аэрофлот 315, Москва подход. Доброе утро, набирайте 10600 на беллак. Занятие доложите. Аэрофлот 315, разбирай 10600. Следующий диспетчер, уже шестой по счёту, управляет движением по воздушным трассам. Чтобы по одной воздушной трассе могло двигаться множество самолётов, каждому нужно задать высоту. Или, как говорят в авиации, задать эшелон. Цель диспетчера – выстроить самолёты по эшелонам так, чтобы они двигались по ним друг за другом на безопасном расстоянии не менее 30 километров на одной высоте. Аэрофлот 315, занял 10600, выхожу из зоны, работаю по направлению. Аэрофлот 315, работайте великие луки контроль, 131 и 3. Счастливый путь. Аэрофлот 315, великие луки на частоту 131. Наш самолёт покидает московскую зону и переходит под управление центра в Великих Луках. Это уже седьмой за полёт диспетчер. Дальше будет Рига, восьмой диспетчер. Стокгольм – девятый. Осло – десятый. Стормвей – одиннадцатый. При подлёте к океану пилот не просто информирует диспетчера, а запрашивает у него разрешение. Полёт над океаном сначала ведёт диспетчер в Рикьявике – 12, а затем передаёт управление диспетчеру в Гандере – 13. Дальше будет Монреаль – 14, потом Бостон – 15. А при подлёте к Нью-Йорку картина взлёта повторяется с точностью до наобороны. Сначала будет диспетчер контроля, затем подхода, затем круга и посадки – 19. А где же двадцатый? Вы забыли про диспетчера руления, ведь это ему ещё предстоит подвести самолёт к телетрапу – 20. Проверено Галилео. Теперь мы с вами понимаем, что благоприятная посадка зависит не только от пилота, но и от диспетчера. Поэтому неправильно только пилоту аплодировать после посадки. Предлагаю ввести новую традицию. Значит, вы после полёта заходите в здание аэропорта и сразу хлопаете. Хлопаете. И пусть на вас косо смотрят. Это их проблемы. Они просто не смотрели программу Галилео и не понимают, что к чему. Продолжение следует...